Добро пожаловать в Тюрих на презентацию новой модели S-класс. Тот же кузов W222, но уже с другим лицом. Новый бампер с увеличенными воздухозаборниками, измененным дизайном, обновленная решетка радиатора с такими горизонтальными сдвоенными линиями и абсолютно новая оптика. В интерьере контрастная отделка, трехспицевый круглый руль с новым блоком управления вспомогательными функциями, а среди модификации с одной стороны новой, с другой стороны подзабытое старое обозначение 560. Помните, еще в кузове W126 выходили версии краткобазные, длиннобазные и купе с обозначением 560. Сейчас 560 и с полноприводной трансмиссией. Но если тогда 560 соответствовал кубатуре двигателя, то здесь четырехлитровый мотор. Больше нет мотора 4.7, 5.5 даже в версии AMG. Одно из важных мест в новом эстрасе занимают электронные помощники. Появились новые дизельные и бензиновые рядные шестицилиндровые двигатели. Впервые под капотом S500 будет трехлитровая шестерка. С этим же мотором идет 48-вольтовая батарея, питающая интегрированный стартер-генератор мощностью 16 киловатт и моментом в 250 ньютон-метров. Он быстрее запускает мотор и моментально раскручивает турбину, обеспечивая двигатель тягой с самых низов, питает кондиционер и помпу. Приводные ремни не нужны. В итоге больше мощности и экономии, а СО2 ниже. Но на тест мы берем 612-сильный AMG S63. Оптимально настраиваем сидение, отключаем аудиосистему Бурнестер, чтобы насладиться звуком мотора и отправляемся в путь по дорогам Швейцарии. Разгон с места – козырь AMG. Маленьким сенсорным дисплеем на руле выбираем режим Sport Plus и газ в пол. Наш ведущий не отключил систему контроля полосы движения. И сейчас вы видите, как на полном газу автомобиль сам замедлился, когда водитель принял правее, чтобы не задеть грузовик, а на проекционном экране отобразился соответствующий значок. Спринт с 0 до 100 км в час полноприводный S63 делает всего за 3,5 секунды, то есть почти на секунду быстрее предшественника, имея мотор на 1,5 литра меньше в объеме. Но в поворотах и на торможении снаряженная масса за 2 тонны дает о себе знать, ее не удержать и спортивности как не бывало. А в режиме комфорт наоборот – S63 слишком жесткий. Другое дело S560 FAMATIC, где все в меру и на самом высоком уровне. Среди новшеств – улучшенная стереокамера, сканирующая профиль дороги, теперь она читает и в сумерках, а также режим CURVE. Режим был анонсирован еще на C-класс купе 3 года назад. Подвеска Magic Body Control, используя камеру и множество датчиков, хренит кузов автомобиля на виражах, словно мотоцикл, на угол до 2,5 градусов. А теперь на 2,65 градуса в диапазоне от 15 до 180 км в час. Разница видна на видео, где автомобиль в режиме CURVE кренится внутрь виража, проходя быстрее поворот и делая комфортнее поездку. Хорош 560 и в динамике. Первую сотню с места длиннобазный лимузин делает за 4,6 секунды, проигрывая предшественнику AMG S63 всего 0,2 секунды. 560-й будет быстр и на скользкой дороге, в системе полного привода муфта Haldex 5-го поколения. Да и по расходу автомобиль скромен. 8,5 литров при средней скорости в 104 км в час и двух пассажирах на борту. Во время теста S-класса организаторы не могли не продемонстрировать электронные помощники. Автомобиль не только сам паркуется, он сам же и выезжает с парковки. Правда, есть нюансы. Если я парковался в автоматическом режиме, я могу в автоматическом режиме и выехать. Если я сейчас запарковался вручном, то только вручном я могу и выехать. Автоматическую парковку я включить сейчас не могу. S-класс распознает знак «Пешеходный переход» и при необходимости сам тормозит, если человек пересек разметку. Система Active Brake Assist способна предотвращать перекрестное столкновение. Сейчас у нас будет имитация перекрестка и посмотрим, как система работает. Если из перпендикулярного направления выезжает автомобиль, перекрестное столкновение, имитация, и автомобиль должен будет затормозить. Можно сказать, это типичная ситуация, когда кто-то, к примеру, выезжает на красный свет или не уступает дорогу. «Будем врезаться?» – в шутку спрашивает инструктор. Испытали мы на себе и функцию экстремального торможения. Скорость 100 км в час, говорит инструктор. Слева и справа полосы заняты, сворачивать некуда. Мы избежали аварии. Хочется добавить, если бы автомобиль тормозил чуть заранее, вообще было бы замечательно, а так получилось чересчур резко. Кстати, самое безопасное и комфортное место в новом S-класс – сзади. Как уже говорили, с целью лучше прочувствовать разницу в удобстве, перед тестом мы взяли предшествующий S-класс. Да, там не было такой игры оттенков кожи, как в новой модели, и понятия «энергайзинг». Теперь в новом S-класс одной кнопкой можно выбрать любое из шести настроений, каждая со своими настройками климат-контроля, обогрева, вентиляции и массажа сидений, подсветкой, музыкой и ароматом. А главное, для нашего ведущего, ростом 192 сантиметра, здесь комфортнее. Под головой и ногами мягкие подушечки, ноги не упираются, и Вадим, блаженствуя, парит в пространстве подласкающий слух мелодии премиальной аудиосистемы, изредка поглядывая на пейзажи окрестностей Цюриха. Вот теперь-то мы точно почувствовали себя в новом S-классе. Субтитры создавал DimaTorzok